Приветствую вас дорогие друзья! Ну что ж, в очередной раз убеждаюсь, что трейдинг и аналитика это разные вещи. В прошлом видео давал вам прогноз по паре CAD CHF. Действительно, ситуация отработалась потрясающе. Посмотрите, канадец, как и ожидалось, пробил свои локальные максимумы и пошел выше. При том, что франк, пожалуйста, мы здесь входили, но так как ликвидация позиции, она продолжилась, соответственно, был еще всплеск наверх. Но по франку потом случилось достаточно сильное падение, которое, в принципе, дало нам возможность хорошо заработать. Я вам хочу показать на примере, как отработал эту ситуацию. Конечно же, я открываю много других сделок, торгую практически каждый день, потому что это моя основная профессия. Но то, что я даю вам, я, конечно же, обязательно торгую и сам. Сейчас покажу, как я отработал эту ситуацию на своем счету. Вот, посмотрите. Пожалуйста. Отличный прогноз. Я его давал вот здесь, в этом диапазоне. Тем не менее, я закрылся по стоп-лоссу, потому что здесь все-таки пара перебила свой минимум. И при том, что я уже не решился перезаходить. Потому что я обычно перезахожу, когда актив идет еще ниже, формирует какой-то сигнал и потом начинает возвращаться. Здесь же такого не произошло. Я понимал, что ситуация очень интересная. То, что, в принципе, на Франке идет максимальный всплеск. Вот, посмотрите. То есть, когда у нас шел разбор, то количественная дельта на тот момент не была такая большая, как она была на следующий день. Это просто максимальный рост количества покупок по рынку, в то время как кумулятивная дельта, она практически не изменилась, осталась на том же уровне. Конечно же, для меня это был однозначный вход в сделку. Соответственно, я уже принял решение входить, не перезаходить по паре КАД-СЕЧФ, а непосредственно зайти по швейцарскому Франку. И получилась очень хорошая сделка. Вот ее было достаточно легко сопровождать, потому что все это сопровождалось крупными объемами на продажу больших игроков. И, соответственно, вчера я тоже производил выходы из позиций и по мере движения цены частично закрывал те части позиций, которые были открыты. Вот посмотрите, КАД-СЕЧФ, вот убыток в 334 доллара. Вчера я закрывал части позиций 0,3-0,7, прибыль 600-300 долларов. И сейчас, на данный момент, у меня еще открыта часть позиций, прибыль 1400 долларов. То есть, в принципе, по итогу 1000 долларов прибыли и плюс еще 1400 висит. И при том, что мой убыток составил 300 долларов. Сделку я открыл вот там, где вам показывал на графике. Это после всплеска количественной дельты. Вот здесь я открыл сделку. После этого был еще один всплеск. Но, так как у меня соотношение, я понимал, вот первая моя цель, это был предыдущий HFT объем. То есть, соответственно, стоп-лосс у меня стоял за уровнем 1,04 по франку. И здесь я закрывал первые позиции. И, соответственно, буду закрывать вот в этом диапазоне, когда уже HFT объем. Если действительно цена закрепится выше уровня сентября 2016 года, то, соответственно, я уже буду закрывать те позиции, которые у меня есть на данный момент. То есть, получается, франк дал нам возможность заработать в две стороны и на росте, и на снижении. То есть, это максимальное понимание инструмента, которым вы торгуете. Если вы видите, что инструмент отрабатывает ваши прогнозы, соответственно, вы понимаете этот инструмент и сфокусируетесь на нем. И тогда у вас будет возможность извлечь из него максимальную прибыль. Конечно же, дорогие друзья, я вас не оставлю без прогноза. Сейчас у меня открыта позиция по фьючерсу на палладе. Я давно слежу за этим инструментом. Он себя ведет не особо адекватно. То есть, платина достаточно долгое время дешевела, палладий дорожал, спред между ними вырос до 750 долларов. Это рекордное значение. Если вы помните, буквально год назад сам палладий стоил около 800 долларов. Но что происходит сейчас? На данный момент достаточно сильный рост открытого интереса. То есть, это практически рост каждый день. Кроме этого, вы видите, я себя тут отмечаю, где маркетмейкер принимает позицию. И при этом цена даже не разворачивается, она идет дальше. И, соответственно, набор продолжается. Но здесь уже произошло затухание. И кумулятивной дельты, и, соответственно, объемов. И тенденция не развивается далее. То есть, открытый интерес вырос, потому что очень много покупателей. Если посмотрите отчеты СОД, то постоянно идет прирост позиций по палладию. И, конечно же, кто-то принимает эту позицию. Если посмотреть на дневной график, то там видно, что мы находимся на максимумах. И, соответственно, вот такая картина, когда достаточно долгое время маркетмейкер принимал на себя повышенный спрос. Это означает, что уже разворот близок. Для меня вот этот HFT объем, он был показательным. И, соответственно, после того, как цена вернулась сюда, я уже открыл сделку. Сейчас у меня стоп-лосс стоит за максимумами. То есть, ищите свою точку входа. Я думаю, что потенциал по этому инструменту достаточно значительный. То есть, если посмотрим на дневной график, то это где-то область, вот я себе отметил, 1384. Вот здесь хороший уровень. И это более чем 61% коррекции. Если смотреть по Fibonacci, я думаю, что коррекция будет более существенная. Вот. Потому я не даю сигналы. Но, скажем так, возможно, мое видение рынка поможет вам определиться с направлением. Но, конечно же, точку входа нужно будет вам искать самостоятельно с наилучшим соотношением риск-прибыль. Я, например, позволяю всегда себе делать один перезаход по инструменту. То есть, больше я практически не делаю. То есть, в каких-то очень редких исключительных случаях одного перезахода вполне достаточно. Если вы понимаете рынок, понимаете ситуацию, да, может быть такое, что вас вынесут. Но один раз можно перезайти. Соответственно, я планирую, даже если будет вынос какой-то по палладию, я обязательно перезайду один раз. Если же второй раз мы перезаходим и рынок все равно идет не в нашу сторону, значит вы не понимаете рынок. Вы не понимаете ситуацию. Оставьте этот инструмент и лучше ищите что-то другое, что-то новое. И напоследок трейдерская мудрость. Ваша первая задача в трейдинге это не потерять капитал ни при каких обстоятельствах. Вторая задача это приумножать его много лет. Даже по чуть-чуть, но приумножать. Третья задача это уже заработать хорошую прибыль. Ни в коем случае не ставьте третью задачу на первое место. Таким образом вы сохраните и капитал, и свое психологическое состояние на должном уровне. У вас всегда должен быть следующий день, следующая неделя, второй шанс для того, чтобы продолжить торговлю и продолжить усовершенствоваться в этой сфере. Желаю вам красивых и качественных сделок и до встречи в следующих видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить свою точку входа. Пока!